Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Утро на ТЭО ТВ. С вами Даша. Сегодня у нас 18 марта, среда, и точно будет сегодня гармоничное, друзья, настроение. Потому что у нас сегодня в гостях музыкальная группа Гармонь Драйв. Павел Уханов и Павел Фомин. Легко запомнить, два Паши. Заслуженный гармонист России. И Павел. Лауреат международных конкурсов Павел. В общем, сегодня будем гармонировать по полной. Можно так сказать? Интересно. Даже нужно. Даже нужно. Вот что для вас вообще гармонь? Для меня гармонь – это ключик вообще к жизни. То есть творческая жизнь с гармоникой – это для меня самое главное. Потому что, понятно, есть там всякие проблемы, но когда берешь гармонику в руки, когда выступаешь на ней со сцены, видишь вот эти улыбки, как у вас сейчас, яркие глаза зрителей, ты заражаешься этой энергетикой. И вот часто задают вопрос, какой смысл жизни. Ну, на самом деле, сложно ответить на него, да? Но когда выходишь на сцену с гармошечкой, сразу понимаешь, что в этом он тоже есть. А для тебя, Паш? Да, я, в принципе, также соглашусь с Павлом Владимировичем. Потому что, на самом деле, гармонь – это такой инструмент, который берет вот за душу и не отпускает. Это, ну, как бы, даже, наверное, доказанный факт, что народные инструменты, в принципе, любые, в частности, вот гармонь, она обладает таким неким духовным состоянием, которое притягивает, во-первых, исполнителя к этому инструменту, во-вторых, зрителя непосредственно уже к инструменту, исполнителю. И когда действительно выходишь на сцену, получаешь эту энергетику из зала, она всегда чувствуется. Будь то она хорошая, положительная, будь то какая-то отрицательная, она в любом случае идет. И вот эта непосредственно связь зрителя с исполнителем – это дорогого стоит очень. Ну, не зря все-таки, да, считается, что гармонь – это прям душа России. Конечно, да. А вот у вас есть, ну, понятное дело, что много, конечно же, таких песен, которые вот связаны с Россией. А вот для вас есть какая-то прям песня номер один, которая ассоциируется именно с Россией? У нас в группе восемь гармонистов и солистка Наталья Николаева. И репертуар у нас такой, что есть инструментальные обработки, это могут быть и песенные, но без слов. А есть также и полноценные песни. И в плане песен, которые ассоциируются с Россией, например, есть очень интересная песня Виктора Темнова «Странная страна». Ведь действительно, во многом, вот это еще наши литературные классики удивлялись, вот странностям России, которые не понять, например, людям из Голландии или Франции. А мы это все понимаем. У нас есть современные песни, наши авторские о России, Евгения Петровича Дербенко, например, которая так и называется «Эх, Россия». И вот мне сейчас на ум именно эти две песни приходят. Причем это наши композиторы-современники, и мы надеемся, что вот эти песни станут фактически народными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 она вся такая аккуратненькая, но выйдешь в минус 20, и до свидания, минус 20 тысяч рублей на настройку, да. Ого! Вот. Раньше инструменты еще были... Были неприхотливыми. Да, да, но их же делали для этого, то есть делали обычные люди для себя же. Они знали, что вот я пойду там куда-то далеко, да, мне нужна гармошка, чтобы мне было не скучно, она должна играть. А сейчас современные инструменты делают, ну, как... Для красоты. Не для красоты, ну да, совершенно, для зала, чтобы тембр максимально раскрывался, чтобы никаких не было призвуков, вот. Тембр, в принципе, даже стал более красивым, вот. Но там тоже что-то было такое эдакое. Друзья, напоминаем, сегодня 18 марта, сегодня все о гармонии, гармонии в душе. Хотела сказать еще и в душе, но нет, хотя утро начинается из души, из зарядки, из хорошего настроения, которое дарит нам сегодня гармонь-драйв Павел и Павел, друзья, собственной персоной. Давайте так, вот прям очень легкий, надеюсь, вопрос, а может быть и сложный, не знаю, ну, прям вопрос прям такой, прям детский, можно сказать. Чем отличается гармонь от баяна и от аккордеона? Ну, во-первых, это один и тот же инструмент. Вот как одна машина отличается от другой. Ну, цветом, размером, в одну можно вдвоем влезть, в другую можно всемиром. Вот так же гармошки отличаются от баяна и аккордеона. На самом деле, это огромное семейство инструментов. Не надо их так вот сильно разделять. Надо понимать, что это многообразие. И именно у нас в России гармоника в свое время развивалась вот семимильными шагами. В каждой губернии раньше был свой инструмент. И была, например, Саратовская гармошка в Саратове, была там Горьковская гармошка, вот сейчас это город Нижний Новгород. Вот Ливинская гармоника, вот у нас целых две, да, стоят. Очень интересные инструменты. Гармошки-черепашки, вот тоже у нас на столе такие миниатюрные. Есть гармошка-черепанка, или череповка. Это вот череповцы отделы. А гармошки-черепашки, у них такое смешное название, и даже сложно сказать, почему оно появилось. Но это вот именно такие шоу уже инструменты, когда гармоника стала особо популярна, и музыканты стали на ней выступать на концертной сцене. Играли на больших гармошках, понимали, что людям этого может быть маловато, и делали какие-то эксцентрические номера с миниатюрными гармошками. Мы, кстати, тоже это делаем, продолжаем эту традицию, но в современном формате, с аранжировками, с движениями. И вы можете это даже посмотреть. Вот напрашивается вопрос в гармонии. Размер имеет значение? Да, размер имеет значение. Вот если мы возьмем, например, вот маленькую гармошечку-черепашку, вот, кстати, это инструмент старинный. Представьте себе, ему больше ста лет. Он отреставрированный. Отличный маме? Нет, мастером. Я, хотя тоже связан с производством, но эту гармонику я не реставрировал. Инструмент мастера Киселева, изготовлен в Туле. Точно год я не могу сейчас назвать, только приблизительно, но еще сделан в царское время. Гармошечка маленькая, и голосочек у нее тоненький. То есть, чем меньше размер, тем тоньше голос. Совершенно верно, да. А чем больше, тем басовее получается? Ну, чем больше, мы сегодня вам еще обязательно сыграем. Обязательно. Благодаря современным технологиям, прежде всего, технического характера, не электроники, а именно внутренней конструкции, современные большие гармоники, они могут играть и тембристо так вот басово, и в среднем регистре, и вот такие же звучки, какие есть у гармошки-черепашки, у них тоже есть. То есть, это инструмент универсальный. Если раньше в каждой губернии делали свою гармошку со своим уникальным звучанием, то на современных инструментах вот эти все уникальные звучания есть в одном инструменте. Друзья, напоминаем, сегодня у нас 18 марта, сейчас мы узнаем о той какой-то, как мне сказали, когда мы пока смотрели мультфильмы, о какой-то некой интересной связи между гармонией и тем. Ну, вообще, когда гармошки появлялись, каждый мастер в своем регионе хотел сделать, добавить что-то новое, чем-то приукрасить инструмент, чтобы он отличался от предыдущего и не был похожим на предшественников. И вот такой инструмент как раз был Ливенко, гармонь Ливенко. Она, в принципе, очень проста в изготовлении была, но и сейчас тоже. Но первые модели были, во-первых, это стоит сказать, что это первая гармонь, у которой при нажатии одной клавиши звук на жим и рожим имеет одинаковую высоту. До этого гармошки, вот те же черепашки, они на жим и рожим, при нажатии одной кнопки, разные звуковосходности. А это гармонь именно вот с такой конструкцией. И они были изначально очень просты в изготовлении, делались из фанеры, вот сам корпус вот этот. И труда особого не составляло мастеру их изготавливать. И какой-то гармонист, допустим, Вася Пупкин, допустим, приходил к мастеру, говорит, Семен, хочу вот гармошку, пойду сегодня к даме своей, сегодня, завтра вечером, и сделай мне, пожалуйста, вот хочу ее заворожить, удивить. Сделай красиво. Да, сделай красиво. И, значит, приходит заказчик свой к мастеру, тот ему отдает гармошку, вот, иди, и он идет довольный, играет страдания, которые называются к ней. Вот, идет довольный, приходит, она его там... Встречает. Встречает, потом провожает. Они вместе страдают. Страдают, страдают, да. И потом он грустный, обиженный, то, что она его отшила, не приняла такого суженного. И он идет, уже играет грустные страдания от ней, и в конце просто разбивает гармошку коленку, или там об забор, об голову недоброжелателя, допустим. И приходится уже потом делать новый инструмент. Это страсть. Не напасешься на каждую. А может быть, ты фрагмент этих страданий можешь нам послезать немного? В дальнейшем, чуть попозже, сыграем дуэтом. А, именно страдания, да, вы будете играть? Ну... Вы страдать вдвоем будете? Да, вдвоем. Да, я еще хотел добавить, что раньше ведь не было сотовых телефонов, да? Ну, конечно. И даже была, допустим, почта, ну, не будет же молодой человек писать письмо своему... Не умеет, правильно. Да, да. Играть умеет. Да, действительно, когда гармоника появилась, у нас все-таки была безграмотная страна. Но гармоника стала выполнять функцию телефона. Так. Почему? Потому что каждый мастер делал инструмент по-своему, не было ни тюнеров, никаких, и каждая гармоника по звуку отличалась. А благодаря тому, что раньше радио люди не слушали примитивную музыку, там, тынс-тынс, так далее, слух был более развит. И вот играет гармонист к ней, да? Где-нибудь там. Да, где-нибудь там. А она слышит, и она понимает, что это он играет, что это... Зовет. Да, да. А вот если она ему отказала, он ее ломает гармошку и делает другой инструмент уже с новым звуком. Для новой барыши. Совершенно верно, да. Какие хитрые, однако, эти мужички с гармошками. Он играет, да. Даже если мамка не пускает, он-то заиграл, а она-то слышит, у мамки уже слух не очень. Вот слышит, мамка, можно я там к девчонкам? А на самом деле, да, к своему гармонисту. До свидания, да. Ох уж эти мужички с гармошками, оказывается. Ой. А на самом деле, вот что касается страданий, название страдания, значит, надо страдать. Да ничего подобного. У нас такие залихватские страдания, что тут... Ну, вот так вот мы, русские, страдаем. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, напоминаю, что у нас сегодня 18 марта, среда. Эй, мужичок с гармошкой! Как часто вы слышите обращение такое к вам? Да, на самом деле, не часто, но в целом, вот, когда сказали, эй, мужичок с гармошкой, у вас было прям такое воодушевление. Да. Потому что всё-таки инструмент обладает какой-то магией определённой. И то, что его сейчас достаточно мало на телевидении, это, конечно, большое упущение, потому что, когда встречаешься с нормальными ребятами, с обычными людьми, и они видят гармониста, они не считают это что-то странное. Они, наоборот, они оживают, им хочется услышать гармонь. И сейчас, кстати, очень часто на свадьбы опять стали заказывать гармонистов, там, на юбилеи, то есть очень популярно пение вот в таком общем кругу. Вот как раньше собирались, вот моя бабушка рассказывала, например, деревня собиралась на какой-то праздник, ставили бутылку водки, её даже не выпивали. Почему? Потому что пели. Потому что вот этого, то, что требуется вот этого адреналина, или чего-то другого, это можно вот в душевности этой получить от песен, под баян, под гармонь, под аккордеон. Конечно, это наше русское исконное, друзья. Так что давайте возвращаемся к традициям, благодаря музыкальной группе «Гармонь Драйв», которая у нас сегодня в гостях. Друзья, ну вот расскажите, вот, а вот утро ваше, оно с чего начинается? Всегда вот сразу с размилки? Давай, Паш, лучше ты ответь. Да на самом деле мы, в принципе, ничем не отличаемся от обычных смертных, так сказать, людей. Всё, как у людей, просыпаешься, собираешься, идёшь на учёбу, на работу, и в течение дня уже, конечно, приходится и заниматься, потому что приходится поддерживать форму, без этого никуда. Вот, как говорится, вчера не занимался, позанимаюсь сегодня. Сказывается, да, когда вчера не позанимался? Да, конечно, это всё сразу, пальцы уже такие деревянными становятся. А вы застраховывали когда-нибудь свои пальцы, Стас? Нет, нет. Нет? Нет? Даже когда делали ремонт, да, даже когда долотом попадали по своим пальцам не страховали. Ну, ты же берешь себя. Всегда надеемся на русский авось. Да, пронесёт. Вот, вот, настоящие гармонисты. Вот, вот, всё вот оно, вот, исконно русское. Всё-таки гармонь, наверное, влияет на вашу жизнь, естественно. Но она положительно влияет, потому что, вот, я очень благодарен этому инструменту. Когда я учился, мои знакомые, родственники, они так относились к моему увлечению, действительно, несерьёзно, ну, говорили, ну, что ты гармонист, возьми себе нормальную профессию. Но только где теперь я, а где теперь они? Я имею в виду, не, ну, родственники-то все со мной, а вот такие знакомые, которые не воспринимали это, они не знаю, чем занимаются. А у нас есть огромные возможности. Мы выступаем в лучших концертных залах, мы ездим по миру, мы смотрим это, нас приглашают, мы радуем зрителей, они нам тоже свою энергетику отдают, и это даже как-то помогает развиваться во всех сферах. Друзья, 18 марта у нас утро вот так вот прошло у нас гармонично, музыкально и драйвово, потому что у нас сегодня в гостях была музыкальная группа Гармонь Драйв. Спасибо большое, что вы нам подарили такое хорошее, праздничное, весеннее, действительно, настроение, а главное, душевное и русское такое, вот настоящее, исконно русское и зажигательное. Спасибо, Павел, спасибо, Паша, спасибо. Вам спасибо, что нас пригласили, а телезрителям мы хотим пожелать, во-первых, гармонии во всех своих делах, и так как это утренняя передача, мы хотим телезрителям дать такой положительный эмоциональный заряд праздничного настроения, и сыграем сейчас для вас, в заключении нашей передачи, композицию Евгения Дербенко, которая называется «Праздник». 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 Друзья, оставайтесь с нами на ТЛТВ, а с вами были Даша и группа «Гармонь Драйв». Всем хорошего дня, пока! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!